Всем привет! Меня зовут Никита, и сегодня я вам расскажу про свои настройки для съемки видео на камеру Fujifilm X-30. Меня в последнее время постоянно спрашивают на эту тему, поэтому решил сделать такое видео. Если вы первый раз на моем канале, то сразу говорю, что на X-30 я снимаю уже 2 года. Полный обзор на эту камеру, также на сетап, в котором я ее использую, есть на канале. Ссылки все будут в описании. Вот здесь. Можете посмотреть. Здесь я уже не буду повторять всю эту общую информацию, что камера может, что не может. Конкретно поговорим про настройки, чтобы не делать это видео очень длинным. Итак, сейчас я расскажу про несколько сценариев, в которых я использовал эту камеру, и какие настройки я в этих случаях применяю. Но для начала я расскажу общие вещи, которые практически во всех сценариях у меня всегда были одинаковыми. Первая общая вещь — это разрешение. На X-30 я в 97% случаев снимал в Full HD, потому что в 4K она нещадно греется, ее где-то на 25 минут хватает до перегрева. Поэтому стабильная съемка, длительная в 4K невозможна, я ее практически никогда не использовал. Только если мне что-то очень короткое надо было снять, и вот именно в 4K. Битрейт в 90% случаев я выставлял на 50 Мбит в секунду. Для Full HD такого битрейта за глаза хватает, и файл занимает меньше места на жестком диске. Еще одна общая вещь — это выдержка. Выдержку я стандартно выставляю по правилу 180 градусов, то есть это количество ваших кадров в секунду умноженное на 2. Если, например, вы снимаете 25 кадров в секунду, то выдержка, соответственно, у меня стоит 1,5. Если 24, то 1,48. Ну и так далее. Колесо регулировки затвора у меня, которое верхнее, стоит всегда на T, и саму выдержку я регулирую задним колесом. Еще одна общая вещь — это баланс белого. Его я обычно выставляю либо по кельвинам, соответственно, это у меня 5600 обычно, потому что мои источники работают именно с такой световой температурой, либо я его выставляю по какой-то белой бумажке, белому листку, потому что я до сих пор почему-то не купил себе карту серого. Она вроде стоит копейки, но как-то вот у меня не дошло. У меня активирована зебра в камере, она у меня стоит на 100%, то есть появляется, когда какой-то участок полностью пересвечен, и там вообще никакой информации нет. Я знаю, что кто-то ставит там на 97, кто-то вообще на 70 ставит, но мне вот так удобнее. При использовании ручной фокусировки я пользуюсь фокус-пикингом. Очень удобная вещь, помогает лучше понять, что в фокусе, доверять не только своему глазу и монитору. Он у меня стоит красный, тут как бы дело вкуса кому как больше нравится. Звук у меня из внешнего и внутреннего микрофона стоит по умолчанию на минус 12 дБ, но здесь тоже в зависимости от спикера или от ситуации я регулирую. Если кто-то там, допустим, слишком тихо разговаривает, то ставлю повыше. Если наоборот очень шумно в помещении, то ставлю пониже, соответственно. Ну а теперь давайте рассмотрим несколько сценариев общих таких, в которых я обычно снимаю. Первый сценарий — это когда мне нужна вот какая-то классическая такая четкая, прилизанная официальная, если можно так выразиться, картинка, без каких-то вот творческих изысков. В таком случае я оставляю стандартный цветовой профиль, это у нас Provia. Частоту кадров я выставляю 25, потому что это стандарт в нашей стране. Если же собираюсь замедлять, то, соответственно, 50 или 100. Но 100 для таких съемок очень редко использую, потому что обычно в таких съемках там мега слоумоушен никогда не нужен. Динамический диапазон у меня стоит 100, все настройки по нулям, выдержка, как я уже говорил, 1,5, ISO и диафрагма по ситуации. По ISO я стараюсь не подниматься выше 640 в подконтрольных ситуациях и выше 6400 в неподконтрольных ситуациях. 6400 — это, наверное, последнее значение, при котором еще более-менее все нормально. В более творческих съемках я обычно использую пленочный профиль Classic Chrome. Мне нравятся, какие цвета с ним получаются, нравится, как он красится. Чуть, ну, наверное, пореже я использую Eterno, она тоже прикольная, но все-таки Classic Chrome мне лично больше нравится. Частота кадров в таких проектах у меня обычно стоит 24. Если надо замедлять, соответственно, я использую 60 или 120. Мне очень нравится слоумоушен, я его использую как для различных биролов, для съемки предметов каких-то, в том числе для канала на YouTube, танцевальные видео тоже в слоумоушен классно смотрятся. Но тут стоит еще помнить, что в 120 фпс, а иногда и в 60 фпс, чего уж там, X-30 перегревается при длительной съемке. Причем греется она нещадно даже с питанием через обманку, то есть даже это не спасает. Все настройки по свету, резкости, тон теней, тон светов у меня тоже в ноль стоят. Вы можете выкручивать тон светлых участков и тон теней в минус максимальный, чтобы больше какой-то информации там сохранилось. Динамический диапазон у меня в помещении стоит тоже на 100, чтобы сохранить гибкость по ISO. Если я снимаю на улице, то 400 ставлю, я использую ND-фильтр, чтобы получить опять же большую гибкость по динамическому диапазону здесь. Если говорить про F-Lock, то его я использую вообще не часто, в основном это только при съемках на улице, в яркую солнечную погоду, закат-рассвет, например, чтобы иметь больше динамический диапазон и на посте иметь больше контроля над цветокоррекцией. Но это опять же только если я понимаю, что я хочу заморочиться и прям потратить время на эту цветокоррекцию. Если нет, то там та же Eterno, Classic Chrome и динамический диапазон 400. По F-Lock я делал отдельное видео, можете его посмотреть, там рассказывал, как я экспонируюсь, как я его потом крашу. Но если в целом говорить, то экспонируюсь в F-Lock я по теням, потому что если по ним не экспонироваться, то тени будут жестко шуметь. Эта экспозиция где-то плюс один от нормальной. По автофокусу у меня стоят базовые настройки, там я ничего не менял. Для видео я использую режим AF-C. По режимам там отслеживания по лицу, мульти или по кадру, это все там в зависимости от ситуации. Я включаю, я их всеми пользуюсь. И по какой-то выбранной вот точке я использую иногда фокусировку. И по лицу, и по глазам, и мульти, потому что в разных ситуациях оно по-разному лучше работает. Тут все зависит от опыта. Чем больше вы будете пользоваться камерой, тем больше будете понимать, в каких ситуациях конкретно, какой режим автофокуса лучше работает, если снимаете именно с автофокусом. Если кого-то как бонус интересует фото, то тут все еще проще. Я ставлю обычно скорость затвора на авто, ISO и диафрагму регулирую сам. Снимаю я в RAW, и уже потом на компе в Lightroom все редактирую, делаю как мне нравится, как я хочу. JPEG практически никогда не использую, всегда графки. Вот, собственно, и все. Все настройки. Как видите, никаких секретов, я так думаю, не открыл. X-30 очень хорошая камера, которая способна выдавать вообще отличную классную красивую картинку. Но кроется вся суть не в каких-то мега изощренных настройках. Тут важно знать прям вот базу по настройкам, а дальше уже углубляться в то, какой ракурс выбирать, как свет выставлять, как выставлять объект по отношению к свету. Именно из этих деталей будет складываться красивая картинка. Поэтому пробуйте, экспериментируйте, смотрите видео по свету, по композиции. Это вам очень сильно поможет в достижении лучшего результата с любой камерой, в том числе и с Fujifilm X-30. Ну а на этом все. Спасибо за внимание. Я надеюсь, это видео было полезным для вас. Меня спрашивали про это, я отвечаю, чтобы по 500 раз это все в комментариях не писать. Будет такое видео на канале. Если у вас остались еще какие-то вопросы, пишите в комментарии, я постараюсь всем ответить. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok